Шумбрачи вички вейкс ялгат. Те шумбратрав передачась де сон заветитя зо Татьяна Родионова. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбратрав, я ее ведущая Татьяна Родионова. Где человек впервые встречается с национальными традициями? Как и где закладывается уважение к народному творчеству, интерес к народному искусству, любовь к языку? Конечно же, в семье. Семья всегда считалась главным хранителем культурных и нравственных ценностей, которые передавались из поколения в поколение. В современном мире быть верным своим традициям довольно сложно. И все же в некоторых семьях это получается очень хорошо. И сегодня у нас в гостях именно такие семьи. Это замечательные семьи, в которые не забывают, поддерживают родные традиции, любовь к родной культуре и передают их из поколения в поколение. Итак, знакомьтесь, наши гости из Димитровграда. Семья Крымкиных. Мария, София и Ксюша, мамы и дочери. Здравствуйте! Шумбратчи! Мария, вы родом из традиционной мордовской семьи и выросли в окружении национальных традиций. Расскажите, пожалуйста. Да, я выросла в семье с мордовскими национальными традициями. Сама я, конечно, человек уже городской, современной, но очень много слышала про обряды, про мордовские традиции от своих бабушек и мамы. Подружки приносили в дом невесты чугунки с пшенной кашей. И после застолья они собирали скатерть и проносили эту скатерть над головой самой старшей подружки для того, чтобы она вскоре вышла замуж. Чугунки оставались в доме невесты, потому что жених должен был видеть, сколько чугунков, значит, столько подружек у будущей его жены. Мария, расскажите, пожалуйста, в семье у вас сохранились какие-то предметы быта, именно традиционно мордовские? Да, такие вещи сохранились в нашей семье и являются реликвией. Такая вышивка мордовская на рушнике. Это полотенце, расшито мордовскими узорами. Она досталась мне от прабабушки. Это мордовский рушник. Данный рушник вешался на икону, которую богословили невесту родители. И потом этот рушник брали под каравай, связывали руку невесты и жениха, как символ неразлучности. А данную вышивку уже делала моя старшая дочь. Вышивала мордовские восьмиконечную звезду. Я им тоже прививаю любовь к мордовской вышивке. В старину традиционные были застолья у мордвы. И всегда на семейных праздниках за большим столом собирался весь род. И готовились национальные блюда. И вот одно из национальных блюд, мы очень любим его готовить, это пирог каймак. Он готовится из традиционного теста на опаре. Начинка толченая картошка. И сверху смазывается взбитым яйцом для румяности. И выпекается. И данный рецепт перешел от бабушки маме, а от мамы уже мне. Ну и я в свою очередь, конечно, передам этот рецепт своим дочерям. А пока мы его любим готовить совместно. Мария, пожалуйста, расскажи о своих дочках. Я знаю, что они поют. И они сегодня приготовили для нас сюрприз. Расскажи, пожалуйста. Да, девочки у меня учатся в детской музыкальной школе искусств номер один города Димитровграда. Они поют мордовские национальные песни, участвуют в региональных и международных конкурсах. Что споют они сегодня? Сегодня мы споем нашу застольную песню, которую мы любим петь, когда собираемся за праздничным столом, про маму. Песня. 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 Народная песня. Это, конечно, кладезь. Столько в ней мудрости, столько красоты. И с этим согласны и следующие гости нашей программы. Сегодня в нашей студии еще одна поющая семья. Сестры Полина, Анастасия, Еремины и также их мама Екатерина. Здравствуйте, девочки! Шум врачей! Шум врачей! Чик-чирик, нармушки не сморы! Чик-чирик, чик-чирик, нармушки не сморы! Екатерина, мы начали с песни. Расскажите, где и как занимаются ваши дочери? Моей дочери занимаются в ансамбле народной песни «Пизелны» под руководством Буртасы Валентины Ивановны. С малых лет. У меня старшая дочь в садика. В этом ансамбле состоит. Участвует во всех конкурсах. Получают награды. Младшая тоже уже не отстает от старшей дочери. Тоже на сцене. Екатерина, у вас и у самой творческой профессии. И вы своим дочерями и в их сценической деятельности помогаете им. И выступаете в качестве дизайнера. Это очень интересно. Расскажите. Да, я закончила дизайн костюма. И сейчас я работаю у нас с ЭДК, где занимаюсь оформлением, декорациями. И мы тут с руководителем подумали и решили, нам надо создать тоже свой костюм. Чтобы у нас свой был. Мы в интернете, в книгах, где-то на фестивалях посмотрели, что и как. Мы все это совместно собрали и создали свои костюмы. Жилетку. Силгама мы сделали своими руками. Пулай. Да, вот, пулай. Головные уборы. Все, мы вышли сами. Все это. Ну что ж, мама нам рассказала о творческой деятельности вашей семьи. Я попрошу Анастасию рассказать о традициях, о семейных традициях. Пожалуйста, Настенька. Как известно, у Мордвы, как и у других финно-угорских народов, одной из форм проявления семейной родственной культуры являются различные культы. Итак, важнейшим атрибутом у Мордвы выступала родовая свеча, штатол, которая является важнейшим народным символом. В основном он символизирует связь между, так скажем, небесным и земным пламенем. Как известно, существуют большие штатолы, которые зажигают на крупных праздниках. Например, у нас в Кивате, в нашем селе, проходит ежегодно фестиваль Мастера Ваньморут, и там по традиции сжигают крупную свечу. А в семьях по традиции хранится маленькая и передается по женской линии по старшинству. Наша семья также сохраняет данную традицию. Штатол появился у нас еще в XIX веке и передается уже четыре поколения. Так получилось, что мой прапрадед Яков смастерил штатол из древесины собственного родительского дома, чтобы, так скажем, перенести тепло отчего крова в свою молодую семью. И семья моего прапрадеда прожила долгую счастливую жизнь. В ней появилось на свет восемь детей. И он посчитал нужным, что этот штатол, как символ тепла отчего дома, тепла семьи, уюта, должен передаваться по наследству, чтобы их род был счастливым и удачным. И так эта свеча оказалась в руках нашей прабабушки Марии. И так, следуя традиции, он уже оказался и у нас. Мы также стараемся сохранять эту традицию. Он зажигается у нас по таким крупным священным праздникам. Пасха, Дроица и так далее. А где хранится он? Он хранится рядом с красным уголком у нас, где иконы. Дома. Очень интересно. Анастасия, скажи, пожалуйста, вот эти национальные традиции в современном мире, для вашей современной семьи, какие имеют значение? Я думаю, что традиции в наше время выступают на передний план. Они имеют большое значение для каждой семьи, и в том числе и для нашей семьи. Они связывают нас в целом, помогают нам жить и помогают находить, наверное, что-то такое крепкое в этом простом и запутанном мире. И сегодня у нас в гостях еще одна семья – Лидия, Алексей и Петр Орлова из Инзы. Их семья очень активная. Они не только постоянно принимают участие в мордовских праздниках, но и проводят масштабные культурные мероприятия в школе, где Лидия Петровна работает библиотекарем, а Алексей Николаевич – директором. Здравствуйте, мои дорогие шумрачи! Алексей, Лидия, у вас проходил музейный форум. И что это за мероприятие? Расскажите поподробнее. Музейный форум проходил 19 апреля на базе Репьевской основной школы. Мы принимали активное участие в этом, вернее, принимали участие все школы района. Этот межрегиональный форум, он посвящен году семье, в рамках празднования года семье. И он назывался «От истоков прадедов». На нем были организованы несколько площадок, где проводились мастер-классы. Каждая школа представляла свои какие-то площадки. Допустим, наша школа представляла национальную кухню мордовскую и наш этнографический музей. Национальную кухню у меня представляла супруга, как библиотекаря. Мы привозили национальные блюда, изготовленные с педагогами дома. Выставку национальной литературы по мордовской кухне. И всем это очень понравилось. Ребята выступали, рассказывали о нашем музее, о наших мордовских традициях, быте. И привозили на этот форум много интересных экспозиций. Допустим, всем очень понравилась прялка. Не то, что даже мы привозили, а мы демонстрировали, как этот процесс прядения происходит. Она действующая прялка. Да, действующая. Это понравилось. Конечно, у нас музей огромный, и ткацкий станок, и огромное количество экспонатов. И на этой площадке, вернее, на этом форуме, были озвучены очень многие интересные моменты. Мне, как педагогу, было очень интересно такое направление, как музейная педагогика. И я считаю, что для сохранения национальной культуры, не только мордовского языка, это любой культуры, музей должен в каждой школе быть. Он, по сути, сейчас создается в каждой школе. Лидия Петровна, по долгу вашей службы вы общаетесь с книгами. Но я знаю, что домашняя библиотека ваша тоже очень обширна. И именно по мордовской тематике. Вот данные книги, которые здесь представлены, мы их приобрели в Саранске. Мы специально ездили их, и вот эти костюмы, которые на нас, мы их оттуда тоже приобрели. И вот эти вот книги. Тут у нас представлено основное, что это мордовская кухня. Тут собрано все блюда национальные. Очень красочно эта книга оформлена. Все блюда сфотографированы, все рецепты к ним и имеются. Здесь представлено в этой книге мордовский народный костюм. Тоже очень красочная книга. Здесь представлено наш мордовский костюм. Из чего он состоит. Вот все элементы одежды представлены. Так, еще что у нас тут. Народные промыслы мордовского края. Тоже очень интересная книга, которым у нас Петр в детстве интересовался и читал эту книгу. Так, что у нас еще здесь очень интересная мордовская свадьба. То есть здесь вот этой книге представлена вся мордовская свадьба от начала до конца. Все элементы нашей мордовской свадьбы. Лидия Петровна, а предметы мордовской культуры у вас сохранились дома? Да, в частности, непосредственно дома я храню это. Вот, например, рушник. Полотенца вышитые моей родной матерью. Этому полотенцу уже более 70 лет. Лидия Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вы воспитывались в национальных традициях в своей семье? Как это было раньше? Как выросли? Во-первых, в мордовских семьях всегда приобщались детей к уважению к старшим. Как к отцу, так к матери, так и, допустим, уважению к старшим братьям и сестрам. Вот в мордовских семьях есть такое понятие «потяй» и «ляляй». То есть старший брат, старшая сестра. То есть, я думаю, никаких других национальности такого обращения в семьях нет. У нас такое было. Поэтому это тоже элемент уважения. Значит, в семьях у нас, конкретно, вот помню, это прививали наши дедушки, бабушки, родители, уважение к хлебу, допустим, так, уважение к труду. Лидия, вы можете что-то вспомнить? Да, я тоже родилась в многодетной крестьянской семье. Отец мой потомственный, потомственный, занимался пчеловодством или бортничеством, как это правильно назвать. Это всё родовое, потомственное, всё до сих пор сохранилось. Мать очень любила, очень хозяйственная женщина была, очень любила готовить. Она на праздники готовила особенно... Это у неё любимое блюдо был лапшарник. Готовила пироги, каймак, традиционный мордовский каймак готовила, блинные всё время пекла. И всё это готовилось строго в печи. И вот её любимое блюдо у матери было, это вот лапшарник, который она мне передала, вот этот рецепт я ей. И вот до сих пор я ей готовлю, мой супруг его любит, дети мои любят вот этот лапшарник. Можете все попробовать, вот этот вот передалось у меня рецепт лапшарника от матери. И блины пшёные, и продукт нашего пчеловодства, нашего мёда с нашей пасеки. А я хочу представить ещё одного члена семьи Орловых, Пётр. Петя, вам повезло родиться в чистом ордовской семье. Расскажите, пожалуйста, вы знаете эрзианский язык? Да, конечно, знаю. И как получилось, что вы его выучили? Это всё с детства бабушка, дедушка общались на нём. И я это от них перенял. Потом изучал в школе, участвовал в олимпиадах. И также участвовал в национальных праздниках Шумбрат. Зачем нужно всё-таки изучать родной язык? Изучать, я считаю, что нужно, чтобы быть ближе к родителям, помнить о своих традициях и корнях. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в программе участвовали семья Орловых, Крымкиных и Ерёминых. Вот так мы заканчиваем нашу программу. И мы прощаемся с вами. До свидания. Вас тумазанок. Что ж, дорогие друзья, традиции живы, пока есть семьи, люди, готовые их поддерживать. Эти замечательные семьи буквально живут рядом с нами. Ну, а сегодняшний выпуск мы заканчиваем. И я напоминаю, что наша программа выходит на канале Репортер 73 по субботам и воскресеньям. В следующий раз наша программа выйдет 30 июня. Дорогие друзья, а сегодня мы прощаемся с вами. И я напоминаю, что наша программа выходит на канале Уллправда ТВ. В записи эту программу всегда можно посмотреть на сайте Уллправда.ру. До свидания. Вас то мазанок.